Сём, как у тебя с математикой? Ну, не очень. Но это сейчас, а в пятом классе? Примерно так же. А со спортом? Спорт люблю, даже когда-то футболом занимался, ну, до травмы. А к чему эти вопросы? Чем связан спорт и математика? Просто узнала, что турниры бывают не только спортивные, но и математические. Вот и решила спросить, как у тебя с задачами, дробями. У меня вот тоже не очень. А у ребят из Белгородского 9-го и Шуховского лицеев, а также из образовательного комплекса «Алгоритм успеха» с этим полный порядок. Они стали победителями высшей лиги всероссийского математического турнира. Их четверо, и все мальчишки. В финале ребята обошли в четырёх боях учащихся президентского Сириуса. А как это удалось? Сколько времени готовились? И за что они любят математику? Или она их? Об этом поговорим с одним из победителей турнира. Платон Ладных. Сегодня в нашей студии. Привет, Платон. Ты правда любишь математику? Да, люблю. А за что? Когда я первый раз познакомилась с математикой, мне она понравилась. До сих пор нравится. Как ты готовился к турниру? Сколько времени? Именно к турниру я не готовился. Но когда мы ехали на турнир, у нас была тренировка, мы защищали друг другу задачу. А сколько времени у тебя занимает решение задач? Ну, смотря какие задачи и сколько задач. Ну, то есть, бывает, что сразу прям решаю, бывает, что, ну, вообще не могу решить. Есть какие-то секреты? Нет, наверное, секретов каких-то. Всё стандартно. То есть, получается, математику надо просто любить? Да, нужно любить тем, чем ты занимаешься. А девочки на турнире были? Да, но у нас в команде не было. А как удалось обойти ребят Сириуса? Решал на скорость. У нас цели обойти ребят именно из Сириуса не было, просто была цель выигрывать. Наша съемочная группа встретилась с ребятами из твоей команды. Давай посмотрим сюжет. Возможно, забить гол помог математический расчёт. Но Антон утверждает, сейчас история не о точной науке. Просто расслабляется перед очередной порцией знаний. Знакомьтесь, это представитель команды победителей всероссийского математического турнира. Неудивительно, если узнать о нём несколько интересных фактов. Например, ещё в детском саду, когда все мечтали стать принцессами или волшебниками, он строил планы посерьёзнее. Каким ты мечтаешь стать? Математиком. Папа юного гения рассказывает, уже в два года ребёнок не выпускал из рук кубики с цифрами, а к обычным игрушкам никогда не проявлял интереса. На самом деле, поначалу мы даже немножко пугались, потому что, вспоминая своё детство, я не мог, например, там мимо магазина игрушек пройти, а ребёнка было туда не затащить, потому что там практически ничего для него интересного не было. Если в его комнату зайти, то это одни настольные игры, какие-то логические монополии. Задания на всероссийском математическом турнире ученику Белгородского шуховского лицея показались несложными. Антон называет это этапом к достижению главных целей. Я, во-первых, хочу решить какую-нибудь задачу к 30-летию или какие-нибудь ещё. Несколько некоторых плюсов задач, которые за их решение дают миллион долларов. И я хочу по информатике поступить, это работать в какой-нибудь крупной IT-компании. А это Арсений. Он тоже планирует связать своё будущее с IT-сферой. А ещё... Арсений мечтает выучить всю Википедию. КВНовская команда ценит интеллект друга. А сам Арсений, несмотря на загруженность, не пропускает ни одной репетиции. Математикой увлёкся всего полтора года назад. Благодаря папе-инженеру подсматривал его чертежи в мастерской. Чтобы понимать в них лучше, записался на онлайн-кружок московских преподавателей. Сегодня изучил уже больше стандартной школьной программы. Формулы для доказательства. Математическую индукцию. Любит логические задачи. Одну из них с удовольствием решил на математическом турнире. Нам дана какая-нибудь фигура, например, квадрат. И нам нужно разрезать его на какое-то количество одинаковых треугольников, например. Можно посмотреть, найти площадь квадрата, найти площадь одного треугольника, разделить и получить, сколько нам нужно таких треугольников. А это лев. Гордость 9-го Белгородского лицея. В школе даже вручили медаль с такой формулировкой. Но многократного победителя Олимпиад и турниров тоже не всегда можно застать за учебниками. Любит спорт, есть даже золотой значок ГТО. Серьёзно увлечён плаванием. А ещё играет на барабанах. Но сильнее у парня горят глаза, когда говорят с ним о математике. Признаёт, наука не может быть скучной, когда видишь в ней что-то большее. Если найти правильный подход, то всегда можно найти что-то интересное. Математику считает наукой, которая поможет и в достижении главной мечты. Лев хочет стать пилотом. Олимпиадная математика, она как раз развивает в человеке свойства. То есть, такие как несвойственное мышление, поиск нестандартных решений. Это может пригодиться в любой сфере жизни. Огромный список увлечений не мешает им оставаться отличниками учёбы и посвящать время математическим победам. На всероссийском турнире ребята прошли отборочный этап и попали в высшую лигу, где были самые серьёзные соперники. Кажется, что для них нет невыполнимых задач. А если в чём-то разобраться сложно, будут идти до конца, чтобы найти верное решение. Екатерина Ковалёва, Александр Поддубный. Такой день на мире Белогорья. Что ты делаешь, если сталкиваешься с задачей, которую не можешь решить? Ну вот я, к примеру, нервничаю. Ну, вначале нужно передохнуть, то есть отойти от задачи, позаниматься чем-то другим. И потом уже на свежую голову решать задачу. Возможно, попросить подсказку. То есть лучше отречься, если что-то идёт и так? Да, потому что ты, получается, условно перезагрузишься, и ты уже о ней не будешь так думать. И со свежей головой ты, возможно, найдёшь какой-то правильный путь в решении и решишь задачу. Почему ты решил заняться математикой? Математикой я увлёкся в третьем классе, когда нам в школу приехал студент из МГУ, Голованов Сергей Александрович. Я пришёл к нему на занятия, и с того момента я занимаюсь математикой. А какой у тебя ещё любимый предмет, кроме математики? Какие увлечения есть? Ну, из предметов травится физика и экономика, а так я играю в настольный теннис и в что, где, когда. Чем планируешь заниматься на каникулах? Кем видишь себя в будущем? Ну, на каникулах у меня будет два лагеря. В июле в Кировскую математическую школу поеду, а в августе здесь будет физмат-смена в Белгороде. В будущем вижу себя учителем математики или физики. А о чём мечтаешь? Возможно, стать призёром или победителем Всероссийской олимпиады школьников по математике или физике. Платон, желаем тебе успехов в дальнейшем и спасибо, что заглянул к нам. С праздником тебя! С Днём защиты детей! И вам спасибо!